И всем привет, ребят! С вами Стрыванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас будет полноценный обзорчик и тест нового устройства на молот. Как вы знаете, у нас в игре где-то порядка пару-тройку дней назад появилось новое замечательное устройство на молот, а именно магнитная картечь. Это такое же самое устройство, как и устройство на пробитие. Только последним выстрелом молота, именно третьим в своем заряде, в своей кассеточке, оно будет уничтожать и забирать расходку противника. То есть это дефолтная эми, как на гауссе, как на той же смоке, только теперь на молоте. Посмотрим, что оно покажет в матчмейкинге, будет ли оно эффективно, нагибает, не нагибает. К молоту на данный период времени у меня лично есть очень много вопросов. Пушка нестабильно наносит урон по противнику, поэтому будет очень интересно посмотреть, что же покажет нам это устройство. Ну и попробуем его максимально качественно и грамотно реализовать. Получится, не получится, будет ли оно эффективно, узнаем в этом видосе. Если вам нравятся игровые видосы, если вы хотите их видеть чаще, то обязательно, друзья, конечно же, не забывайте поддерживать их лайком, пока мы грузимся в бой. Что касаемо режимов, я думаю, что сегодня сыграем контроль точек и регби. Да, я чаще всего играю ЦП и ТДМ. Сегодня сыграем регби, посмотрим, что будет там. Может быть два боя, может быть больше. Все зависит от того, куда нас будет закидывать. По корпусу Викинг, по дрону Бустер. Я думаю, что это, наверное, оптимальное вооружение для такой комбинации. Главное, чтобы молот себя показывал довольно-таки качественно. Я думаю, что есть даже смысл выпускать два первых залпа впустую, дабы потом с третьего залпа просто убирать расходку с противника и потом уже полноценно чепокать следующим молотом. Перезарядка, по ощущениям, довольно-таки быстрая. Возможно, эта перезарядка связана исключительно с этим устройством. Возможно, она всегда такая у молота дефолтного. Я просто с дефолтным молотом особо не катаю. Больше играю на дыханиях и еще каких-то других устройствах. Там, по ощущениям, перезарядка подольше. Поэтому тактика такая. Мы оставляем всегда один молот на залпе. Ну и потом даем просто отключение расходки любому оппоненту и стараемся его сразу же быстренько, качественно добить. Да, то есть, либо вот такие вообще ваншоты могут залетать по 4000. Тоже довольно неплохая темочка. Оп, расходку сбили. Даже без ДАшки там был молодой человек. Ну, короче, вот как-то так можно спокойно, эффективно использовать подобные вооружения. Не знаю, за счет такого молота можно ли дать большое количество киллов. Скорее всего, спорно. Да, то есть, это больше такое устройство, которое деморализует противника и заставляет его страдать. Возможно, даже брать иммунитет. Ну, иммунитетом вообще, в принципе, это все можно законтрить дело, да. Но, что касаемо полноценно прям нагиба, я не думаю, что оно прям будете великолепно, суперски, мега-мега жестко, круто показывать. Да, молот с пробитием иногда, например, в той же осаде может себя показать очень эффективно, качественно, грамотно и интересно. Но, вот что касаемо такого устройства, то, ну, у меня лично к нему много вопросов, да. То есть, если ты уж даешь Эмми на последний заряд, то моментами этого, конечно, может быть недостаточно. С точки зрения того, что, например, у тебя нет какого-то дополнительного повышенного критического урона, да. То есть, здесь у тебя есть эффект просто уничтожения расходки, но при том, что кучность выстрела сейчас очень плохая у молота, то эффективность очень спорная, да. То есть, будет ли она давать возможность тебе набора большого количества очков, киллов и прочего, то, ну, я думаю, что нет, я думаю, что нет, да. Как возможность сбивать расходку оппоненту, да, может быть очень крутая тема, но если мы рассуждаем с точки зрения получения дополнительных очков, да, то есть и фарма в целом, то, наверное, ты не сможешь с этим устройством прям, ну, очень много киллов давать. Да и сам молот, как я уже сказал в начале, ну, не показывает себя прям в последнее время как-то очень круто, да. У нас произошли там изменения с тем моментом, что не было там урона у нас на магнуме и на других пушках нестабильный урон проходил. Сейчас вроде на всех пушках в этом плане стабильность появилась, но вот зато вместе с этим произошел какой-то фикс необусловленный молота, да. То есть, скорее всего, какая-то есть ошибка в этом, может быть, это пофиксит. Нет, сейчас уже немножечко лучше, конечно, обстоят дела с этими дробями, да, они больше уже попадают по оппоненту, но все равно моментами бывают такие вещи, что ты там в упоре даешь по 100 урона, и ты не понимаешь, куда улетает твоя дробь, хотя ты как бы четко стоишь и стараешься качественно дать эту дробь в цель, да. То есть, ну, не знаю, очень спорно, очень спорно, не совсем понятно до конца, как это все дело работает, поэтому я в последнее время особо на этой пушке вообще не играю. Есть другие пушки альтернативные для нагиба в матчмейкинге, поэтому, если я уж и хотел бы поиграть на молоте, то, возможно, сделал бы это только в том случае, если там от какой-то моей любимой пушки было бы большое количество резистов или еще что-то в этом духе. Потому что метовый молот уже не является тем самым жесткометовым и нагибающим. Теперь это дефолтная пушка, которая является, наверное, средней в матчмейкинге, но никак не какой-то супер имбовый. Так, ну, что касаемо киллов, у нас 9, это прям очень и очень мало реализация устройства пока, ну, может быть, не хромает, да, то есть расходку как бы я сбиваю, то, что должно делать это устройство, то у меня получается делать, но, как я уже сказал, при всем при этом дополнительные очки я особо не получаю, да, то есть, да, я сбиваю расходку, где-то даю килл, но этого мало, этого определенно мало, чтобы быть более конкурентоспособным по очкам в бою. Да, сбил расходку раз, молодой не может поражать и довольно долго этот эффект работает, но этого мало, этого очень мало, я бы даже сказал, очень-очень мало, чтобы давать. Ну вот, 20 киллов у молодого на чем? На громе, да? Викинга гром. Викинга гром, обычный дефолтный викинга гром. И все. И все, ему больше, в принципе, ничего не надо. А я тут сижу, накидываю урончик, красивый. Могу, конечно, вот так вот сделать, расходочку там сбить. Может даже под саппорт, под саппорт, это неплохое устройство. То есть, например, играть с кем-то в пати, да, как у нас было, например, когда мы играли с Тёмой, он играл на молоте с пробитием, мы катали в осаде, да, сейчас уже, конечно, молот с пробитием тоже не особо себя качественно показывает. Мы играли в осаде и очень эффективно работала комбина с молотом на пробитие и гауссом на эми. Да, то есть я отключал расходку, наносил дополнительное пробитие и получалось очень круто. Сейчас же есть другие разные вариации, комбинации. Тот же Крусейдер, да, на пробитие, ну, как-то в этом плане чуть попроще стало, попроще. Я всё-таки уже не являюсь тем сторонником в использовании таких вот замечательных устройств. Да, есть эффективность отключения там припасов, нанесения пробития, но при этом эта пушка становится менее, менее качественной, менее имбовой и теряет, наверное, свою главную способность, да, например, на молоте с дыханием дракона, да, либо с тем же слайгерем количество критических уронов намного больше, чем, например, вот с такими устройствами, как пробитие, как эми. Я не знаю, с чем это связано, но я это очень часто замечал. Ну и плюс, если, например, слайгер берёшь, то там кучность выстрела хорошая, здесь кучности тоже нету никакой. Поэтому попробуем давайте ещё. Первая катка меня не впечатлила абсолютно, от слова совсем. Поэтому попробуем сыграть ещё один бой, посмотрим, что у нас здесь будет. Работаем по той же схеме, оставляем один выстрел. Здесь, наверное, даже этот выстрел особо ничего и не нужно было оставлять. Можно, конечно, так дать, чисто с бустерочка. Сунуть красивый выстрел. Ну, это так. 10 секунд, я так понимаю, кулдаун расходки после нанесения пробития, ой, не пробития эми. Можно даже дать по двоим. Это достойно, достойно, безусловно. В каких-то эпизодах зароляет. Так, 6 минут до конца, 1-0 ведём. Ещё 6 мячей часовых ставить, довольно лёгкая катка, если честно. Запикнуло нас. Сейчас будет уже овердрайв, можно будет за счёт овера ещё тоже дополнительные килом нанести. И попробовать заработать. Тут что-то. Да, здесь будет очень просто. Противники какие-то слабенькие, даже легендочки какие-то слабоватые попались. Уже два мяча лёгких вставим. У меня ещё есть овера. Это значит, что, скорее всего, я смогу поставить в этой катке ещё один прямо сейчас мяч. Да, вряд ли меня сейчас кто-то законтрит таким образом, что я ж ничего не смогу сделать. Ну вот плюс в том, что, например, даже 150 урона я нанёс, да. А расходка у молодого сбилась. Да, то есть сбилась расходка, и я себя сразу же могу реализовать. И по красоте там где-то дать ещё дополнительный кильчик после такого. Ну, либо, например, подсопорить тиммейту, сбив расходку, да, оппоненту, подсопорить тиммейту, чтобы он тоже потом спокойно убивал тот танк, который не будет иметь расходочки. Плюс кулдаун расходки, я так понимаю, 10 секунд. 10 секунд это довольно много. Перезарядка у этого молота довольно быстрая. То есть в совокупности мы получаем очень неплохую комбиночку. Но при всём при этом урон не такой прям жёсткий. Поэтому спорно, спорно, спорно. Если бы я сравнивал с тем же дыханием дракона, я бы, наверное, давал предпочтение всё-таки ему. Но перезарядка меня радует. Да, здесь очень быстрая перезарядка. Я даже, честно говоря, мне вот интересно стало, насколько медленнее перезарядка на том же дыхании дракона. Но здесь прям очень быстрая перезарядка. Можете просто на молоте, давно не играл. Но это устройство всё хорошо показывает в плане перезарядочки. Так, 4 минуты до конца, 11 киллов. И уже 5-0 ведём. Очень быстрая катка получается у нас. С досрочечкой, скорее всего, потому что осталось 2 мяча. 2 мяча до окончания боя. Так, мало дому. Расходочку сбили. Перезарядка 3 секунды. Полной кассеты перезарядка по ходу 3 секунды. А, ну, неплохо. Если с точки зрения такое рассудить всё это дело, то неплохо. 3 секунды перезарядка по баллончикам. Мне кажется, это круто. Так, куда-то мои выстрелы улетели непонятно куда. Изначальные. Ну, ладно. Ничего страшного. Так, громчику расходку тоже собьём. И меня полнотанно... Чпокнули, чпокнули, чпокнули. Так, 14 киллов. 14 киллов. 14 киллов. 14 киллов для половины боя. Ну, результат... Блин, вот я иногда последний молот выстреливаю в пустую. Потому что я привык играть с дыханием дракона. А там, наоборот, надо перезарядку эту делать. Чтобы у тебя... О, вот ещё скорее. Смотри, неплохо вылетел. 2700. Таких критов не видал до этого. Этим молоточком. Так, ладно. Делаем доставку. Быстрый бой. Давайте лучше попробуем ещё одну какую-то сыграть. Потому что, ну, здесь всё было максимально просто. И по такой катке судить, наверное, не стоит. Да, как бы устройство в этом бою показало себя шикарно. Но там больше, наверное, зависело от того, что противника не было какого-то серьёзного. Получилось всё это дело очень легко реализовать. Поэтому попробуем посмотреть что-нибудь другое. Может, какая-нибудь карта будет. Опачки. Ну, хорошо даже. Окей. Две с половиной минуты до конца. Нас это, в принципе, устроит. Как для третьего боя. Можно сыграть такую. Посмотреть, сумею ли я, например, сейчас быстренько здесь надамажить. Что-нибудь накелять. Если да, то... Окей. То окей. Если нет, то он лучка, он лучка, он лучка, он лучка. Так, ну, 3-0. 3-0. Плюс противник примерно такой же, как был в предыдущем бою. То есть здесь, по сути, всё должно быть тоже легко. Попробуем хотя бы парочку оппонентов поступить. Например, с такого расстояния я могу дострелить. Скорее всего бы не дострелил бы. Наносим. Добиваем. Добиваем. 2-800 крит. 2-800 крит. Я вот так не понял, это по ДАшному танку или по без ДАшному? Если по ДАшному танку 2-800 крит, то это очень много. Это прям очень много. 3-700. И тоже был, я не заметил, ДАшный или не ДАшный. Но... Интересно. Интересно. Если такой критический урон выдаётся по ДАшному танку, то это очень неплохо. Это очень неплохо. Вообще откуда мой молот улетел? Вроде чётко стрелял. Неплохой выстрел был. 278 урон. С дробью проблема! С дробью проблема. И мне это очень сильно не нравится. Если бы проблем у с дробью не было, то я бы, наверное, сказал, что это очень крутое устройство. Которое можно качественно реализовать. Тогда аптечки доеду? Нет. Доехал. Шикарно. Троечку всовываю сразу. И... Даём ещё. Сюда. Ещё добавки. Вбиваем расходку. Уничтожаем. Овердрайв. Работаем. Работаем. Вообще, я вам скажу, что вот, например, в регби очень качественно себя показывает. Очень качественно показывает в регби. В регби прям бомба. Может, мне с боями повезло? Но за две минуты... За две минуты... Тринадцать килов. И плюс я ещё успел в катке дойти, ну, грубо говоря, до первого места. Может быть, здесь проблема режима? И это устройство стоит просто использовать в регби флагах? И тогда в этой комбинации оно будет себя качественно показывать. Неплохо. Неплохо. Может быть, я и погорячился с тем, что это говно устройство. И что оно себе как бы не особо круто показывает. Поэтому у меня остались такие смешанные эмоции. С одной стороны, устройство в ТПшечке себя не реализовало от слова совсем. А вот на маленьких картах довольно-таки интересно. Поэтому, возможно, стоит его немножечко получше рассмотреть мне в дальнейшем. Может, оно мне ещё где-нибудь упадёт на основочке. Но, в общем и целом, наверное, оно не сильно отличается от пробития. Да, то есть, здесь только расходка убирается. Там у нас пробивает танк. Поэтому с такой механикой имеется много устройств. Но, что касаемо молота, его реализация в регби и захвате флагов всё-таки реальна. Может быть, неплохая. Всё зависит от того, как вы будете играть на нём. Ну и сама схема выпуливания двух первых и потом ожидания с третьим выстрелом и сразу нанесением эмми – это очень неплохая тактика. Можете её использовать на условном пробитии также на молоте, да. С другими пушками это так не работает, конечно. Но, что касаемо молота, такую схемочку реализации вы можете пробовать и делать. Как-то так, как-то так. Друзья, пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Если у вас у кого-то уже оно есть, возможно, напишите своё мнение, если вы на нём уже поиграли. Но нужно понимать, что это всё-таки донатное устройство. Не у большого количества игроков оно есть. Но я могу сказать, что это не прям какая-то лютейшая имба. Но в каких-то определённых катках, моментах игровых эпизодов оно может ралять. Как-то так. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал. Как я уже сказал, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. С вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Мистер Ванька.